Приветствую друзья, с вами канал ProTaxi и сегодня у меня очень интересные новости, прямо с пыл жара, так сказать, с колес. Кстати о колесах, если вы из Москвы или Московской области и вам нужна машина в аренду или под выкуп, в описании вы найдете контакты парка Игра с самыми лучшими условиями по аренде и выкупу совершенно новых автомобилей класса Comfort и Comfort Plus. Но если вы иногороднее и планируете приехать покорять Москву, звоните заранее, вам помогут оформить кесарт, подготовят к вашему приезду машину и все нужные документы. Телефон, в общем, в описании. С рекламой закончили, теперь сами новости. И это удивительно хорошие новости, очень хорошие новости, давненько таких новостей не было. Я, честно говоря, даже не верю своим глазам, сегодня вроде не 1 апреля, но, однако, факт. Сейчас обо всем по порядку. Вы, наверное, замечали, что комиссия в экономе все время скакала в зависимости от длины заказа, коэффициента и черт знает чего еще. Ну, то есть, там, на одном заказе, если он длинный и дорогой, комиссия 17% ровно, как вот на этом скриншоте, то вдруг на дешевом заказе он там 18,4, вот на этом скриншоте, то вдруг 18,5, хотя заказ на 2 рубля дешевле, а на коротышах и вовсе переваливало за 19. В общем, комиссия почти никогда не совпадала и плавала в пределах, там, пары-тройки процентов. От 16, бывало, до 19. Теперь, значит, она будет стабильна. Я вот сужу по скриншоту из новостей для партнеров. Посмотрите у себя в разных регионах и напишите в комментариях. Это Калуга. Должно быть, по идее, везде. Ну, а то прям прыгающая комиссия изрядно бесила. Но самая киллер фича в том, что теперь стоимость поездки у пассажира и у водителя не будет отличаться на сумму кэшбэка Яндекс Плюс. Да, вы не ослышались. Это, наконец-то, свершилось. Не прошло и трех лет. Вы помните целую серию моих роликов про то, что скидка Яндекс Плюс собирается с водителя. Мы что-то решали, с водителя она или с пассажира. Ну, это когда у пассажира цена 400 рублей, а у водителя 360. И поддержка отвечала, что скидка сделана для того, чтобы мы больше зарабатывали. Теперь у пассажира Плюс этот никуда не делся. Но Яндекс, похоже, платит за него сам. Ушла целая эпоха. И, наконец-то, Яндекс будет давать скидку за свой счет. Для тех, кто от неожиданности не понял, скажу более понятными и простыми словами. Гребаная скидка Яндекс Плюс теперь будет не за счет водителя. Три года прошло, как я об этом твердил, и нас, наконец-то, услышали. Какого рожна вообще скидка была с водителя? Ну, кому надо привлекать пассажиров, тот пусть и платит из своего кармана. Ну и вот, свершилось. На этом у меня все. Если вас тоже бесила плавающая комиссия и скидка Яндекс Плюс за счет водителя, открывать шампанское, гуляем. И до встречи.